Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Жизофрения». Меня зовут Игорь Бутман. Наша передача, конечно, естественно, о джазе. И сегодня у меня в гостях замечательные музыканты Алексей Хвостенко и Анатолий Герасимов. Алексей Хвостенко никогда не был гражданином России. Потому что уехал из Советского Союза во Францию. Сам ее сердце – Париж. Где вместе с еще одним загадочным представителем русского поэтического подполья Андреем Волохонским все эти 30 лет писал стихи. Алексей Хвостенко – самый таинственный персонаж русского рок-н-ролла. В первую очередь потому, что он не певец и не музыкант в традиционном представлении. Он поэт. А поэзия Хвостенко – это не срифмованные крики протеста рок-музыки 90-х. Его стихи и песни по духу близки русскому футуризму и эпосу древних народов. Группа «Аукционный Леонид Федоров» ездили к Хвостенко в Париж. А когда он приезжал к ним в Питер, получались самые лучшие альбомы и записи. Человек мира Алексей Хвостенко заехал на время в Москву. И вместе с ним – волшебные чудовища, на которые поэт смотрит так же бесстрастно и отстраненно, как живущие на вершинах – дети, детей. Родину я нашел в довольно таком странном состоянии. Во-первых, Москву я совершенно не узнаю. Она настолько перестроилась за вот эти последние 10 лет, которых у меня тут не было, что я еду по улицам и совершенно ничего не узнаю вокруг, что происходит. Какие-то новые дома стоят. Куда я еду – ничего совершенно не понимаю. А что касается концертов, то меня принимали вот здесь. Здесь уже дал три концерта. И они все прошли очень хорошо. И народ с удовольствием меня слушал, то, что я делал. И я с удивлением обнаружил, что мои песни помнят. Заказывают какие-то песни, которые знают люди. Даже те, которые я написал в эмиграции. И те, которые были написаны раньше. Даже те, которые я сам не помню. Мне приходится петь иногда по книжке, потому что я не очень часто выступаю во Франции с концертами. А поэтому многие тексты я просто-напросто забыл. И теперь мне приходится их так вот глядеть в бумажку, чтобы такую шпаргалку иметь. Мурик, Ири, Рик, Болк, Бо, Ио, Мау, Бо, 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 Бо Стоп, стоп, стоп. Мне ближе всего, конечно, джазовая традиция. Я вырос на джазе, и мои музыкальные интересы, конечно, Конечно, в области джаза, целиком, и классической музыки, конечно. Вот, поэтому я выступаю с удовольствием с Толей. Мы записали с ним в Нью-Йорке одну пластинку, которая называется «Завтра потоп». Играть мне со многим приходилось играть, особенно русскими музыкантами. А если говорить о моих, так сказать, кумирах, мол, диститутах, конечно, Калтрейн в первую очередь, там Дюк Элингтон, вот, Анатолий Смин, играл его в оркестре. И, ну, мало ли кого, я слышал Чет Беккера живьем, еще до его смерти, Джерри Маллигана тоже. Ну, еще, да, в общем, о чем говорить. Не стало замечательного эстонского и, можно сказать, советского музыканта, барабанщика, певца, бенд-лидера Гуннера Грабса. Грабс был одним из пионеров джаз-роком в нашей стране, а популярность его самой известной группы Magnetics Band вышла далеко за пределы маленькой Эстонии. Первый раз я выступил в эстонском телевидении где-то в 1972 году, но тогда меня в эфир не пустили, потому что были чуть-чуть подлиннее волосы, чем можно было. Субтитры создавал DimaTorz У меня иногда бывают моменты, когда я очень хочу быть один. И один раз я был в одном баре, тут в Сталине, и у меня была в кармане губная гармошка. И ребята сказали, давай поиграем одну, один блюз, играй на губной гармошке. Ну вот, я взял губную гармошку, сыграл, смотрел, пришла одна девушка, стоит и смотрит на меня. Красивая фантастика просто. И играл дальше, дальше, и обвернулся так к ребятам, что еще играть или нет. А когда я обвернулся, ну обратно, чтобы опять ее увидеть, ее больше не было там. И никогда в жизни я больше ее не видел. Это было как, не знаю, оттуда или оттуда. И сразу на следующий день я сел за пианино и вспомнил, вспомнил, вспомнил этот момент, что все могло и быть между нами. Но этого не было. И как раз вот я называл эту песню, она была «Моя леди блюз». Эта запись была сделана финскими кинематографистами в 80-м году на знаменитом рок-фестивале в Тбилиси. Там Гуннер Грабс и его ансамбль стали лауреатами фестиваля. Но самое главное, они играли блюз-рок на мировом уровне. С потрясающей энергией, самодачей и абсолютным пониманием стиля. К сожалению, в последние годы о Гуннере Грабсе вспоминали редко, не только в России, но и в его родной Эстонии. Тем не менее, сделанного Гуннером Грабсом для отечественной рок-музыки вполне достаточно, чтобы войти в ее историю. Тем не менее, сделанного Гуннером Грабсом для отечественной рок-фестиваля. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Джизофрения», с которой мы разговариваем с замечательными музыкантами Анатолием Герасимовым и Алексеем Хвостенко. Человек, который умеет делать что-то хорошо, сможет во всех областях сделать это хорошо. Я знаю, что если я хорошо пишу песни, то я буду хорошо водить автомашину, например. Или если мне доверят водить самолет, то тоже, наверное, сделаю это не хуже, чем любой другой человек. И быстро этому научусь. То же самое и со всеми другими искусствами, которыми я занимаюсь. Музыка, театр или кино. Я думаю, что я это сделаю хорошо. Мне кажется, что каждый талантливый человек, взяв, что это какой-то вещь, сделает это не хуже, чем любой другой. Саксофония, конечно, то ли невозможно, то ли играть на саксофонию. Но зато я могу там на барабане сыграть что-нибудь, или там еще какие-то ритмичные вещи поделать. Музыка, театр или кино. Музыка, театр или кино. В Москве прошел вечер памяти саксофониста Евгения Туликова. Его джазовая биография началась в ансамбле «Каданс» Германа Лукьянова. А первым ярким концертным событием артиста стало выступление «Каданса» на концерте «Дизи Гелеспи» еще в Советском Союзе. За свою короткую жизнь Евгений Туликов работал с разными музыкантами. Вячеславом Горским, Сергеем Манукьяном, Алексеем Кузнецовым. И все они пришли в этот вечер, чтобы вспомнить артиста. Трагедия, прежде всего, связана с уходом музыканта, который олицетворял именно джаз-роковое направление в джазовой музыке российской. Я считаю, что он был один из лучшим, если не лучшим, саксофонистом, играющим в этом стиле. Я всегда приглашал Женю, потому что для меня лично второго музыканта в Москве не существовало. Настолько тонко и мастерски он играл мои произведения, казалось, что они были написаны просто для него. Допустим, однажды я сочинил пьесу «Французский бульвар», и он с первого раза сходу запомнил мелодию, и вечером мы уже играли на концерте. Я говорю, Женя, ты как вообще? Я говорю, что такая мелодия вообще западает в голову, вообще без проблем. Я играл с такими нюансами, которые надо выигрывать. Некоторым музыкантам их надо выигрывать, учить месяцами, годами. У него настолько все легко. Звук летел, энергия добрая летела. Публика всегда реагировала однозначно великолепно на его музыку. Ну и кроме этого мы просто дружили. Звук летел, энергия добрая летела. Как будто человек родился просто с этим. Он и действительно родился с этим. Так только можно это сказать. И его музыкальность, его способности, конечно, были очень многообещающими, я бы сказал. Это был очень теплый и интересный человек. И я очень рад, что на моих пластинках есть его саксофонный голос. Субтитры создавал DimaTorzok Это был музыкант от Бога. И мне вот как другу просто очень жалко, что вот так человек ушел на взлете. Субтитры создавал DimaTorzok Напоминаю вам, что вы смотрите программу «Джизофрении». У нас в гостях Алексей Хвостенко и Анатолий Герасимов. Идеальная, конечно, ситуация, когда тебе дают возможность работать так, как тебе нравится. И при этом ты обеспечен всем, чем тебе нужно. Вот если мне обеспечат тем, что мне нужно, и позволят делать то, что я хочу, тогда это будет та самая идеальная ситуация, о которой остается только мечтать. Искусство – это очень личное, и в этом есть личная ответственность. Я всегда был против коллективов, или попасть в какое-то объединение, или еще чего. Если ты лично чего-то не выполнил для себя, для людей, то значит что-то не так. А бывают концерты, что, ну, не отрепетировали хорошо, и нельзя за это ставить крест на них, или там, на кому-то. Это всякое случается. Я вот имел удовольствие выступить с русскими рок-музыкантами, и поэтому теперь меня должны называть некоторым дедушкой русского рок-н-ролла, хотя я никогда о таком звании не помышлял даже. Ну, в случае, я не возражаю против этого названия. Старый рок-н-ролл. Старый рок, да. Хотя я предпочел быть джазменом, но, с сожалению, я не обучился вовремя играть. Дедушка! Я всегда делаю то, что хотел, и продолжаю этим заниматься. Меня не беспокоит дальнейшая судьба моих стихов. Я знаю, что достаточно того, что они будут написаны. То же самое и со всеми записями. Я знаю, что я, может быть, умру хоть завтра, но записи останутся. Потому что, вот, смотрите, сколько лет назад я уехал. Я уехал почти, что 30 лет назад. И здесь меня в России видели, там, вот, сейчас в третий раз только Россия меня видит. Но, тем не менее, сколько народу знает мои песни, подпевают, знают их, заказывают, любят и ценят. И, так что, от судьбы не уйдешь, в общем, короче говоря. Рэй Чарльз. Это имя стало одним из символов современного джаза и музыки соул. В 20 веке артистов такого масштаба было немного, а в 21, возможно, не будет и вовсе. На этой записи запечатлен концерт Рэя Чарльза в Москве в 1994 году. Рэй Чарльз. Рэй Чарльз. Рэй Чарльз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok